Смотрите, коллеги, дальше мы переходим к выступлениям по запросу. Да, соответственно, вот у меня есть один запрос на выступление. Это Степанова Наталья Борисовна, замедленная сельсия заведующего кафедра термогидромеханики океана, института океанологии РАН. Пожалуйста, Наталья Борисовна. Коллеги, если кто-то хочет выступить, просьба сигнализировать, потому что вот у меня пока запросов мало. Пожалуйста. Здравствуйте, коллеги. Я представляю базовую организацию. Мы исторически находимся в школе «Факт». И я бы хотела вам рассказать о том, как нам за последние годы удалось привлечь внимание и студентов физтеха к исключительно фундаментальной науке, и студентов, более того, всей России, в принципе, к океанологии. Да? Спасибо. Мы начали с 2017 года, и в этот год мы решили возобновить ежегодные практики для наших студентов, для студентов нашей кафедры на Балтийской косе. Это прибрежные экспедиции две недели. Но в первый же год мы поняли, что, в общем-то, те студенты, которые автоматически попадают, распределяются на базовые камеры академические сейчас, и то, чтобы очень популярные, это не те студенты, которые с горящими глазами хотят заниматься наукой. И в этот момент мы решили развивать проект, который позволит выбирать заинтересованных студентов и соединять их с научными сотрудниками, которые хотят в них вложиться. Таким образом, с 2018 года, с 2019 года эту идею поддержал фонд «Сио Капитал МФТИ», за что им большое спасибо, они поставили нас на ноги. Наши экспедиции стали регулярны, наши экспедиции стали востребованы, и востребованы не только среди студентов из ТЕХа, но также на нас стали обращать внимание и другие вузы и организации. В результате к этому проекту, проект назвался «Поучий университет», возникло большое желание в нем поучаствовать, также из смежных научных отраслей, которые занимаются исследованием наурового океана. И в 2020 году на нас обратило внимание Министерство науки и высшего образования, и в результате, в 2021 году мы получили средства и финансирование на большое научно-исследовательское судно и на студентов, которых мы смогли вывести в экспедицию. Смогли мы это сделать только при колоссальной поддержке нашей школы, колоссальной взаимной организации всех структур физтеха и непосредственно администрации, пролекторов, за что огромное спасибо. Этот опыт привел к тому, что у проекта стал новый виток развития. В прошлом году у ЮНЕСКО было объявлено десятилетие наук обыкьяни. И в результате наш проект в числе аналогичных проектов поучих университетов был поддержан в качестве мероприятий, которые будут проходить в десятилетии. И вчера на Межведомственной национальной океанографической комиссии было постановлено, что Московскому физико-техническому институту предстоит быть координатором всех этих площадок. Это чудесно. И следующий слайд о том, что, собственно, нам предстоит, как физтеху передать, какую концепцию, которая зарекомендовала себя в прошлые годы. Это некий поэтапный отбор студентов, который начинается с научной школы. В этом году она проходит уже на шести площадках по всей России. Мы на них собираем наших студентов и рассказываем им в течение трех дней о том, чем занимается сейчас океанология. Мы не концентрируемся на студентов только базовых кафедрах. Это открытое мероприятие, где мы каждого студента просто готовы погрузить в то, чем мы занимаемся. Далее, среди тех студентов, которые прошли эту школу, мы предлагаем им подать заявки в научно-образовательную экспедицию. Непосредственно отбор — это очень важный этап, потому что в этот момент мы не выбираем самого лучшего, но самого умного и сообразительного. Мы выбираем тех студентов, которые способны вместе с научными руководителями решить самые конкретные научные задачи в ближайшей экспедиции. И таким образом, формируя вот эту связку, научный руководитель и студент, мы работаем в течение 30 дней практики. И далее студенты должны свои результаты показать на конференциях. На конференциях — это стандарт для науки. Мы показываем его в устном и постном формате. В результате за год мы благодаря этой программе помогаем студентам пройти весь научный цикл и примерить науку на себя. Они понимают, что у них есть научная цель, и они доводят ее до результата. Это помогает студентам сориентироваться и понять, наука — это их или наука — это не то, чтобы их. В любом случае, дальше, выходя из этой программы, они получают представление о том, как работать, что они видят цель, они все проходят и получают результат, и они умеют работать в команде, отвечают за него. Но насчет эффективности программы, конечно, можно сказать, что среди 33 студентов, с которыми мы поработали только в прошлом году, только одного перекупил Яндекс. Мы за Яндекс рады, но, может быть, он к нам еще тоже мешается. Спасибо.